В общем, отвалилось сцепление на четырке, и теперь она просто-напросто буксует. В общем, не едет вообще. Сцеплению конец. Ну что, начнем замену сцепления. Значит, у нас есть диск сцепления. Корзину не брали, и есть выжимной подшипник. На всякий случай сразу заменим, чтобы потом не лазить второй раз. Надеюсь, что корзина в порядке. Значит, для начала убираем воздушный фильтр в сторону. Значит, откручиваем здесь два болта и убираем его в сторону. Убираем аккумулятор, убираем все, что нам будет мешаться. Естественно, значит, у нас есть говнояма. Нам нужно открутить гайку ступочного подшипника, чтобы затем достать тягу со шрусом. Будем доставать внешние шрусы, потому что внутренние не очень удобно. То есть, коробку будем снимать вместе с тягами. Вот такая вот фигня. Есть одна проблема. Мы не можем сразу же сорвать гайку, потому что у нас колеса, точнее диски, не позволяют вытащить заглушку. Придется сначала снять диски, а затем заглушку, потом обратно надеть диски и затем крутить. Серьезно? Так, ступичные гайки сорвали. Теперь нам нужно будет поддонкратить машину и поставить на кирпичи, чтобы выполнять дальнейшие манипуляции. Пока что снимаем все защиты, то есть защиту картера уже сняли. Вот эту защитку тоже снимаем. Здесь накрепится на нескольких винтах, плюс винты под аркой. О май! Так, машину поддонкратили. Поддонкратили только водительскую сторону. Гайки ступицы сорваны, уже откручиваем их. По плану будем снимать этот шрус, то есть вытаскивать его. Эту сторону поддонкратить вообще не будем. Попробуем, значит, сделать так. Здесь открутим ступичную гайку и, возможно, при снятии коробки этот шрус вылезет сам. То есть так будет безопаснее, потому что условий у нас не очень. Ну а теперь откручиваем два болта шаровой опоры с этой стороны, то есть с водительской. То есть выбивать шаровой не будем, откручиваем просто болты. Раз. Саму шару выбивать не будем, потому что нет в этом смысла. Затем отводим всю стойку вместе с диском тормозным, а также ступица и отводим в сторону. Достаем этот шрус. Как я сказал, тот мы уже доставать не будем. Когда открутим всю коробку, он просто должен вылезти сам, по идее. Если что-то не получится, потом поменяем планы. Ну что ж, шаровой откручено. Теперь натянуть на себя стойку, вывернуть руль, и можно будет сдергивать шрус. Отключаем все ненужные фишки и клеммы, чтобы здесь ничего не мешалось. Далее необходимо снять тросик сцепления с рычага. Откручиваем эти два винта, чтобы можно было снять. Далее откручиваем провода от стартера. Снимаем этот провод, откручиваем этот. Откручиваем тремя гайками сам стартер и продолжаем потом. Вообще стартер можно было в принципе и не откручивать, но он облегчит нам доступ к болтам, чтобы открутить потом коробку, а также немножечко сделать ее полегче. А в наших колхозных условиях это важно. Так что в принципе его снимать не обязательно. Итак, следующая наша задача. Откручиваем два болта сверху. Раз. И два. Это крепление коробки к двигателю. Дальше откручиваем этот маленький болт, который крепится к модулю зажигания. Он тоже будет держать коробку. Его тоже придется открутить. Итак, один болт также откручиваем снизу коробки, спереди. Также снимаем защитку, чтобы потом не мешалась она, не цеплялась за маховик. Здесь она, по-моему, на болтике под восемь. Три или четыре штуки. Ее тоже снимать. Так, один болт у нас в очень неудобном месте находится. Здесь идет трубочка к коллектору. И вот здесь вот гайка. Ее тоже нужно открутить. Нам очень будет сильно мешаться внутренний шрус. Мы попробуем справиться без его снятия. Затем откручиваем хомут кулисы. Кулису выдергиваем. Так, далее снимаем две подушки. Одна, которая находится под водителем. Значит, здесь два винта. И одна, которая находится спереди коробки. Здесь у нас три винта. Так, пацаны, потерпели мафиаско. Один из болтов находится прямо за внутренним шрусом. Вот он. У нас нет головки, к сожалению, потому что колхозных условий делаем. И открутить ее вообще не является возможным. Придется доставать внутренний шрус. А это значит, что придется донкратить вторую сторону. Доставать наружний шрус. И сливать масло также с коробки. И, естественно, доставать внутренний шрус. Потом только у нас будет доступ к тому винту. И сразу же второе фиаско. Доставали, значит, клемму спидометра. И вырвали вместе с датчиком. Будьте аккуратны. Там есть клеммка, защелка, которая позволяет снять нормально. Так что два фиаско подряд. Значит, как я и сказал выше, откручиваем здесь два болта шаровой опоры. Снимаем колесо. Достаем сначала наружний шрус. Потом выбиваем внутренний и убираем тягу. Прежде слить масло с коробки. Потому что потечет. Итак, пацаны, шрус достали, как видно. Таким же способом, как и тот. Сливаем масло. Так, на коробке находится колпачок слива. Вот он, по-моему. Откручиваем его, подставляем емкость, соливаем. Так, все датчики отключены. В общем, сливаем масло. Следующий шаг. Маслица в лицо сейчас будет. Ничего там не делай. Все в масле нахуй. Итак, пацаны, карабас достали. Значит, пришлось открутить у нас тягу. Вместе с крабом. Потому что коробка иначе не опускалась. Все ей мешало. Значит, по дороге возникали проблемы. Хотели слить масло. Мы это и сделали. Хотели снять внутренние шрусы. Но не удалось. Потому что приспособлений, как таковых, нет. То есть, делаем в колхозных домашних условиях. Многие пацаны поймут. Потому что они сами в таких условиях находятся. Да и яма, в принципе, не наша, общественная. Вся засранная. Сейчас сразу поменяем выжимной подшипник. Потому что этот гудит, стучит какой-то люфт в нем. В общем, чтобы больше сюда не лазить. Ебать, он, по-моему, тут стоит, нахуй, с 2004 года, сука. Тоже что-то, блядь, хрустит, сука. Что-то не так, Леш. В общем, заменили подшипник. Как видите, здесь никаких звуков нет. Люфта нет. То есть, этот подшипник хороший. Старый не особо. А теперь продолжаем. Значит, нам теперь нужно открутить корзину. Посмотреть в нормальном ли оно состоянии. Можно ли заменить в ней только лишь диск. Или придется менять всю корзину. В общем, будем смотреть. Сейчас откручиваем вот эти вот винты. Здесь их, точнее, болты по периметру. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, восемь штук, по-моему. Ебать. Здесь может возникнуть проблема с тем, что они не будут откручиваться. Поэтому, как бы, мы можем потерпеть еще одно фиаско. Срезать нечем, потому что электричества возле гаража нет. Генератора тоже нет. Итак, берем качественную головку и резко срываем все эти болтики. Ага, проворачивается маховик. Его нужно держать. Значит, два варианта. Держать руками маховик. Либо же подставить ключик в шкив генератора. Там есть болт. И держать с помощью напарника. В какую сторону крутись? Ну, пробуй. Ну-ка. Нихуя. Дрещи. О, блядь. Вместе с диском снимай. Направляй. Так, ну, диск полностью стертый в хламину. Пружинки просевшие. Так, с этой стороны та же картина. Смотрим на выработку. Ну, выработка есть, но минимальная. То есть, корзину оставить, в принципе, лепестки. Смотрим на лепестки. Еще трещина. Вроде бы никакие из них не погнуты. Значит, все в норме. Так. Еще раз смотрю на выработку. Минимальная. Это хорошо. Корзину можно оставить. Если здесь проводишь пальцем, и хотя бы миллиметра три здесь будет, углубление, значит, сильный износ, сильная выработка на диске сцепления. Естественно, это замена корзины. Здесь лепестки ровные, значит, корзину оставляем. Так, посмотрим на маховик. На маховике выработка посильнее, но также терпимо. Так, давайте сравним. Значит, новый диск сцепления. Вот так вот выглядит. Пружинки хорошо натянуты, нежели в этом. Все гремит. Посмотрите, насколько здесь стерто. Аж до заклепок. Там заклепки углублены, как видно. Значит, износ этого диска, он просто максимальный. Сравните толщину. Здесь результат просто виден на лицо. Износа этого диска. Ну, а теперь ставим, значит, в корзину диск. Наживляем на место корзину и будем центрировать. Центрировать будем на глаз. Не советую это делать. Лучше купить направляйку, либо же шкив из коробки где-нибудь на разборке. Так будет все намного проще. Итак, значит, диск в корзину ставится выпуклой стороной. Именно в корзину. То есть, плоской стороной наружу. Выпуклой стороной в корзину, плоской наружу. Затем наживляем корзину, но не закручиваем намертво, потому что еще нам придется центрировать. Как помним, у нас центрирующего шкива нет, поэтому будем делать на глаз. Надеюсь, все получится. Итак, корзину наживили. Не закручиваем полностью, потому что сейчас центрируем отверстие. Очень внимательно. Конечно, плохо, что нет шкива. Так, диск пока не намертво зажат. В общем, я центрирую с помощью отверточки, аккуратненько, внимательно, на глаз. А напарник закручивает уже намертво корзину. Вот так мы будем поступать. Будет непросто. Если не попадем ровно, то потом просто нормально не оденется коробка. Итак, пацаны, вроде отцентрировали, вроде четенько. Сейчас точно непонятно, но вроде бы четко. Значит, закручиваем сейчас намертво корзину сцепления и пробуем одевать коробку. Итак, ребят, в общем, коробка попала с первого раза. Повезло нам очень сильно, потому что мы так на глаз выставили диск. Теперь прикручиваем все болты на место. Вот, затем нам еще предстоит отрегулировать кулису, одеть. И отрегулировать трос сцепления, то есть рычаг. В общем, собираем все обратные последовательности до конца. Потом отрегулируем кулису и трос сцепления. На этом с заменой сцепления, в принципе, все. Заменили мы диск и выжимной подшипник. Дядь, ну что там, подсобрал? Так, значит, дядечка еще собирает коробку. А-а-а! В принципе, там уже все собрано практически. Остался вот привод вставить. Ну и, в принципе, там, наверное, уже все. Кулису еще настроить точно. Итак, пацаны, теперь вставляем кулису на место. Что для этого нужно? Значит, защелкиваем рычаг до конца. Это первая передача, по-моему. Ровно на одну высовываем. Из стороны в сторону не крутим. Вот это вроде бы и как нейтралка. Теперь ваш партнер-человек идет в кабину. Дело было не в бобине. Вот. И держит в положении нейтралки рычаг. Чтобы он не левее, не правее был. А затем надеваем кулису на место. Регулируем и закручиваем. Все, нейтралка. Нейтралка. Вторая. Так, в общем, человек выставил нейтраль. Так, как ему надо. А мы закручиваем. Потом он проверяет, все ли передачи включаются нормально. Итак, кулису отрегулировали. Значит, дособируем все до конца. Значит, еще мы не поставили стартер. Затем еще тяги не поставили. В общем, все собираем до конца. Затем отрегулируем трос сцепления, который, кстати, тоже еще не на месте. Сделали, конечно же, ошибку. Потому что следовало заменить и корзину сцепления. Именно из-за этой корзины плохо переключаются передачи. С этим сталкиваются многие. После замены сцепления передачи не включаются, либо включаются плохо. Это, скорее всего, из-за корзины. То есть, изношенная корзина. И поэтому такие проблемы. Отрегулировали, конечно же, педаль, то есть трос сцепления. Но получается так, что теперь у нас педаль очень высоко. Но зато передачи переключаются. За исключением задней. Задняя все так же плохо переключается. Вообще, отсюда, от самой резинки педали и до пола прикладывается линейка. Где-то должно быть 160 миллиметров. То есть, 16 см. А здесь слишком много получается. Так что даю дельный совет из опыта, что лучше сразу покупать корзину сцепления с диском. Однокомплектную. То есть, от одной фирмы. Это поможет вам избежать проблем с переключением передач. Инфа сотка.